Всем привет, дорогие друзья! С вами группа EGT, я демонстратов Денис, и сегодня я разберу новую систему W2K19, которая называется Payback. Это новый вид обилок в игре. Это вот то, что на худах показано рядом с рестерами две иконочки. Это оно и есть. Это такое нововведение. Я сейчас это все разберу, но так как игры у меня нет, я разберу так, как тут написано уже, когда игра выйдет, я сделаю еще один думаю гайд, когда я уже все пойму и, так сказать, почувствую, как это все будет работать. Их всего доступно два на каждого рестлера. Первого уровня и второго уровня. Первые уровни не такие, не особо значительные. У второго уровня они уже очень такие хорошие и годные. И плюс их все можно выбирать прямо на выборе суперстара. То есть вы выбрали рестлера, и вам позволяет игра выбрать дальше вот Payback обилки. Две, которые вы хотите выбрать. То есть так можно их комбинировать и каждому сопернику подбирать свои. Ну что, поехали. Начнем с вот этих желтых. И первый у нас это автореверс, то есть автоперехват. Это позволяет автоматически реверсировать приемы, но нельзя этим делать вот эти красные реверсы прямо во время приема. Нельзя реверсировать сигнатурки и финишеры. Но данная обилка делает так, что бар реверса у вас не тратится. Идем дальше. Следующее это кулаки ярости. Я сразу вспоминаю СВР-08, где активируешь такую штуку и фигасишь куча-куча комбо. Но здесь такого нет. Оно просто поднимает в атрибутах вашу силу ударов. Плюс это дает немного бусток скорости вашей и поднимает вам в атрибутах также реверс от ударов. Дальше. Спид баф. Это уже естественно поднимает вашу скорость и лофт. Также это дает скорость к восстановлению вашей выносливости и реверсом. Очень полезная штука. Идем дальше. Дальше. Посум. А посум такой зверек. Я опять вспоминаю старые игры, потому что в СВР-06 такая штука, я помню, была. Это возможность там была просто внезапно свернуть соперника. Было, кстати, классно. Такой внезапно. Хоп! И сворачиваешь. Здесь же, здесь же. Это вернулось в игру. Да, и можно точно так же. Либо свернуть соперника, либо внезапно атаковать его. Тоже из этой позиции. То есть все эти, смотрите, штучки работают на два триггера. РБ-ЛБ или Р1-Р1. И потом вот кнопочки. Все это, естественно, в игре будет написано, как это делать. Вот так вот. Классно, классно. Мне интересно, как это будет выглядеть. Идем дальше. Дальше у нас просто реверсал. Но это просто получить бар реверсал. Внезапное восстановление. Знаете, это как раньше было в играх. Такой внезапный кикап. А билка, то есть резко подняться смог. Так вот, это, видимо, все то же самое. Вы когда валяетесь, вот зажимаете два триггера. И внезапно встаете на ноги. И плюс это добавляет немного бафа к вашим показателям скорости. Идем дальше. Дальше у нас начинаются билки второго уровня. Красные. Первая билка. Получить финишер. Она вам просто дает один финишер. Если вы там, видимо, как-то избиты, жмете и активируете баф, у вас появляется финишер. Можно это использовать только один раз во время матча. Дальше. Наша всеми любимая резиленсия. То есть автоматический кик-аут. Но теперь этот кик-аут можно использовать не только из удержания, но еще и сабмишенов, как в 400 части. Ну и, естественно, как было всегда, из иллюминейшн мини-игр. Там рой о рамблах, видимо, и так далее. Следом у нас идет адреналин бафс. Вы сможете резко поднять свои показатели адреналина, тем самым поднимая соперников намного больше вас. И в то же время вы будете получать больше моментума за проведение захватов. Вот так вот. Дальше. Танк баф. Это вам поднимает защиту, но в то же время, в целом, вы будете менее подвижны. Видите, как танк нарисован. Значит, точно так же. Прикольно звучит. Все дальше. Такая очень классная новинка. Это вы сможете вызвать своего друга, товарища, приятеля, подругу, мужа, жену, кого угодно, чтобы к вам пришли на ринг и помогли. Ну, естественно, в игре просто напарника, менеджера и все такое. Кстати, прикольно, прикольно. Работает только в матчах 1 на 1. Активируется только, когда вы валяетесь на ринге. Идем дальше. Лоу-блоу. Вот это классно. Дальше идут обилки, за которые вас могут дисквалифицировать. Поэтому будьте внимательны. Лоу-блоу. Это простой удар по яйцам а-ля Накамура. Но если вы проведете его, когда на вас смотрит судья, то вас дисквалифицируют. Дальше у нас идет плевок отравленным туманом. То есть, как делает Таджири и как делал Альберт. То есть, в образе Лорда Тинсая. Тоже за такое вас могут дисквалифицировать. И, кстати, он будет именно в глаза. Именно в глаза. И, видимо, может быть, все-таки и будет. Не-нет, будет плевать. Дальше. Power of the Punch. Прием Уильяма Ригала, который был в каждой абсолютной игре. То есть, удар кастетом. Настоящим кастетом. Надеюсь, они поменяли анимацию. То есть, раньше это было приемом. Теперь это вот этой обилкой пейбок будет в игре. Опять же, за это могут дисквалифицировать. Будьте внимательны. Идем дальше. Вор приемов. Но это стандартная штука, позволяющая просто своровать финишер вашего соперника. Это было во всех играх. Мне вот теперь интересно. Они вот теперь вот эти некоторые обилки перевели в категорию пейбок. А как же самые стандартные обилки? Они вообще в игре остались? Надеюсь, что все-таки остались. Что будут не только пейбок обилки, еще и стандартные. Идем дальше. Дальше у нас Blackout. Вот это, вот это просто эпик. Это вам позволяет телепортнуться за спину вашего соперника. Понимаете? Телепортнуться. В рестлинг-симуляторе телепорт, мать его. Настоящий телепорт. В рестлинг-симуляторе вы только вдумайтесь. Я даже не знаю, как это будет выглядеть. Но это капец. Телепорт. Телепорт. Понятно, что с таким телепортом вы точно выиграете матч. Но это просто эпик. Опять же, телепорт работает только в матчах 1 на 1. И когда оба рестлера находятся на ринге. Вот. Вот все вот эти пейбок обилки. Надеюсь, теперь у вас, дорогие друзья, не останется вопросов, для чего это нужно, зачем. Поэтому, когда выходит игра, включайте это видео. И смотрите, запоминайте все эти обилки. А я думаю, потом сделаю еще второй гайд, как они будут работать в самой игре. Потому что я аж не вижу. Мне пришлось смотреть ролик, скриншотить роликов все их и просто читать. Поэтому я даже не знаю, как они будут выглядеть в игре. На самом деле, это очень-очень-очень классно. Вернули большинство старых обилок. Немного их модифицировали. Немного вот сделали стичными те же самые, как грязные атаки. И вот решили даже вот этот телепорт, который был у гробовщика Птукея 14, сделать как пейбок обилку. В общем-то, все. Получается, я точно не считал, по-моему, чуть больше 10 обилок точно вот этих пейбок. Это и есть два значка на моментумах рестлера. Это оно и есть. С вами был Денис, группа AGT. Подписывайтесь на нашу группу, подписывайтесь на канал. На следующей неделе выходит новая часть Рестлинга 2K19. На канале будут гайды, обучающие ролики по данной игре. Всем спасибо за внимание. Всем всего хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok